С постом православная 13 апреля мы снова с вами встречаемся на площадке Русской Конописной Школы, чтобы поговорить о святцах Русской Православной Церкви. И сегодня церковь празднует память священномучника Ипатия, епископа Гангарского, святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, святителя Иннокентия, митрополита Московского, преподобного Аполлония, пустынника египетского, священномучника Авда, епископа персидского и Вениамина Дьякона, преподобного Ипатия игумена Руфианского, преподобного Ипатия целебника Печерского, преподобного Филарета Глинского, священномучника Иоанна Пресвитера. И традиционно, выбирая только одного святого, о котором мы поговорим в нашем кратком календаре, мы сегодня поговорим о святителе Ионе, митрополите Московскому и всея Руси, чудотворце. Он родился в городе Галичи в благочестивой христианской семье, в 12-летнем возрасте принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда перешел в московский Симонов монастырь, где много лет исполнял разные послушания. Есть интересный эпизод, что однажды святитель Фотий, митрополит Московский, посетил Симонов монастырь и после молебна, преподав благословение архимандриту и братьям, пожелал благословить иноков, исполнявших послушания на монастырских работах. И когда он пришел в пекарню, то увидел уснувшего от многих трудов инока Иону, правая рука которого была согнута в благословляющем жесте. И святитель Фотий попросил не будить его, благословил спящего инока и предсказал, что этот монах будет великим святителем русской церкви и многих наставит на путь спасения. Ну и вот в 1431 году скончался святитель Фотий и через пять лет после его смерти за добродетельную святую жизнь митрополитом Всероссийским был избран святитель Иона. Когда он отправился к патриарху Иосифу II в Константинополь, чтобы принять постановление на митрополию, оказалось, что, ну как пишет, опять же, посмотрите, вот язык, вот действительно, не могу не пропеть свою еще одну любимую песню, что это просто большое удовольствие читать древние потеряки, потому что это потрясающее владение слогом, да. Оказалось, что незадолго до того зломудренный Исидор по происхождению болгарин уже был посвящен на русскую митрополию. И недолго пробыв в Киеве и в Москве, Исидор направился на Флорентийский собор, где принял унию, и собор русских архиереев и духовенства не изложил митрополита Исидора, и тот был вынужден тайно бежать в Рим, где и умер в 1362 году. И на Всероссийскую митрополию был избран святитель Иона. И посвящение его по благословению Константинопольского патриарха Григория III впервые было совершено русскими архиереями в Москве. То есть до этого ездили на утверждение, видите, да, патриарх Константинопольский осознал свою слабость и свое несовершенство. Вот он выбирал, да, кого поставить на кафедру, и вдруг оказалось, что он поставил человека недостойного, который все предал, все продал и бежал. И патриарх сказал, ну хорошо, пусть тогда они сами. Это очень важный шаг к самостоятельности церкви, когда иерарх не утверждается в более древнем городе с патриархом, а уже выбирается самими своими коллегами и поставляется ими же. Да, и вот как раз впервые совершилось хератония, да, поставление на представительское место русскими архиереями в Москве. И 15 декабря 1448 года святитель Иоанн вступил на митрополию и с архипастерской ревностью стал утверждать благочестие среди пасомых. За его благочестие и попечение о пастве Господь удостоил его дара чудотворения и прозорливости. И есть такой интересный эпизод в его житии, что в 1351 году внезапно татары совершили набег на Москву, сожгли окрестности и готовились уже напасть на столицу. И святитель вместе с духовенством совершал крестный ход и увидел престарелого монаха Антония, инока чудового монастыря, который отличался добродетелями, и сказал ему, предстоятель, «Сын и брат мой Антоний, помолись милостивому Богу и причистой Богородице об избавлении города и всех православных христиан». На что ему монах ответил, что «Великий святитель, благодарим Бога и причистую его матерь, услышала она молитвы твои и умолила сына своего города, и все православные христиане будут спасены по твоим молитвам, враги скоро будут побеждены, и только мне одному суждено от Господа быть убиту врагами». И вот вскоре после этого он был стрелой застрелен. И предсказание сбылось. 2 июля в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы в рядах татар произошло смятение, и они отступили от города, и прекращен был набег. А умер святитель Иоанна в 1461 году. Что же до тем для размышления, то посмотрите, как действует промысел Божий в жизни человеков. Вот скромный инок, который, в общем-то, не смотрит дальше монастырских послушаний, которые на него возложены, и вдруг получает предсказание, да, смотрите, не он видит будущее, а о нем предсказывают будущее, или ему предсказывают будущее, да. И предстоятель с визитом говорит, нет-нет, не будите, он будет следующим, да. Потом патриарх Константинопольский говорит, хорошо, возведите достойного от своей среды сами в Москве, да. И, опять же, его выбирают, а не он проводит кампанию по своему избранию. И, опять же, когда свершается вот этот вот набег, и отечество в опасности, находится святой человек, который говорит, ну, только меня убьют, а все остальные уцелеют. Тоже вот такой интересный момент, откровение. А кого было этому монаху прозорливому, которому было открыто вот такое? Ну, вот это как раз повод поразмышлять о судьбах Божьих, о том, как Господь иной раз готовит для нас план, который мы представить себе не можем, и даже помыслить в самых смелых своих проектах не дерзая. И тут важно как раз следовать примеру святителя Ионы, московского чудотворца, который не искал карьеры и чинов, а, с другой стороны, вот вошел в историю как первый предстоятель Русской Церкви, рукоположенный в пределах, опять же, Русской Церкви. Пожалуй, большего для размышлений я предложить вам сегодня не рискну. И вот видите тот редкий момент, когда я укладываюсь ровно в отведенное мне время. Под роликом будет ссылка на бесплатную экскурсию в Клуб Русской Конописной Школы для желающих продолжить знакомство с православной традицией. А на сегодня все. Берегите себя, православные!